ах какая картиночка вот когда свет так стоит сзади компьютер работает я выбритый отлично отличный видосик сам себе нравится сам себе нравится однако здравствуйте надо закончить нашу эту книжечку так фитнес-консультант правильно на букву х на тут а я стройнею советы ведучего то есть меня значит мелко и дробно петрович рекомендует есть прекрасный способ питания по часам человек есть мало дробно каждый два часа и так пять дней но это опять таки диета своеобразная под потом мы же возвращаемся опять к тому питанию которому привыкли и грубо говоря все это летит на смарку но тем не менее продолжим 7 часов утра чашка кофе кофе 9 часов тертая морковь заправлена лимонным соком 11 яблоки 13 100 граммов отварного мяса или рыбы можно кусочек зернового хлеба значит мясо или рыбы без кусочка зернового хлеба это я сейчас говорю вам лучше с зеленью какой-нибудь зеленым салатом хотя бы с листовым салатом с салатом с капустой 15 одно яйцо вкрутую или 100 граммов сыра 17 овощной салат 19 10 штук сухофруктов ну в зависимости от массы тела одному 10 будет нормально другому мало а третьему много 21 один стакан обезжиренного кефира за пять дней можно сбросить три и более килограмма ну я бы поставил петровичу неудовлетворительно ерунда какая-то вот это вот знаете это просто дань телевидению вот надо что-то придумать и возможно возможно не столько я это придумал насколько я это озвучил еще раз повторю телевидение надо чтобы все что-то менялось что что-то делалось иногда знаете все это идет в какой-то не в попад и даже противоречит всем всем нормам здравого смысла так дальше едим и не полнеем один ирланец весил двести шестьдесят восемь килограммов влюбившись он сделал девушку предложение она сказала что выйдет за него если за 18 месяцев он значит сбросит вес молодой человек так любил девушку что решительно взялся за себя в день свадьбы он весил 85 кг вот что значит мотивация то есть должная мотивация даст вам силы даст вам знания то есть вы их найдете для того чтобы все это воплотить в жизнь видите результат во первых у него была сильнейшая мотивация во вторых он грамотно питался правда не сказано как и в третьих провел гигантскую работу над собой специалисты уверены что это под силу каждому но специалисты уверены специалисты уверены только не все специалисты сами это делают это конечно известный был пример и скорее всего вот этот пример я им порекомендовал ну-ка говорю найдите ко мне это ну редактора нашли так совет специалиста убрать лишнее лишнее убрать елена шубина врач-психотерапевт автор уникальной системы по-хо-хо-по-хо ну так написано она занимается телесно-ориентировочной терапией главная задача которую вернуть человеку любовь к своему телу а-хо-хо-хо-ха интересно видите какие специалисты есть львvoc смаму телу итак конечно личный вес это очень большая проблема часто его причиной становятся психологические травмы полными бывают нежеланные дети те кого в детстве отвергали и которым недоставало любви вот вот оно кажется Как? Это ее мнение. Для меня, как телесного терапевта, самым главным является вопрос, любит ли человек свое собственное тело, принимает ли его. Вот о чем я вам говорил. Вот то, что вы умеете и полюбите, потому что всем своим образом жизни, больше скажу, если вам не нравятся пропорции, всеми своими прежними жизненными наработками вы получили такую термо, которую заслуживаете. Так что это? Что, как бы сказать, возмущаться? Если возьмите и действуйте. Допустим, человек очень полный. Первое, чему мы научим его, это правильно двигаться. Ага, правильно двигаться. Вспомните Борцову Суму. Это люди, которые фантастически двигаются, несмотря на свою полноту. Правильно двигаться, правильно двигаться. Я бы сказал, просто давать адекватную физическую нагрузку для того, чтобы масса тела была такая боевая, активна, а не просто вот этот жир там или еще какие-то там показушные мышцы. Какие упражнения существуют для того, чтобы человек чувствовал свое тело? Ага, вот так-то. Надо еще почувствовать свое тело. Надо же. Основной закон энергетики гласит, что сброс всего лишнего, ненужного, неправильного для нас происходит через землю. И именно это должен сделать человек опустить свой вес в землю, соединиться с ним. Поставьте ноги на ширине плеч, чуть согните колени, вы почувствуете, что стоите плотно. Покачайтесь немного из стороны в сторону, а потом представьте, что сверху на вас падает душ, и вода омывает тело, унося все ненужное. И все уходит, уходит. Поднимите руки, резко сбросьте вниз, страхните лишнее. Ну, это такой приемчик, приемчик, да. Может ли полным людям помочь, например, массаж? Да, но особого рода это называется микромоделирующая терапия. Кстати, массажов огромное количество. Там в массажное масло можно добавлять имбирь, там в другие такие жгучие приправы, специи, для того, чтобы, так сказать, с маслом они действовали на эту жировую прослойку. То есть, все это имеется. Посадите человека на стул и начните лепить его, но не нынешнего, а будущего, таким, каким он хотел бы стать. Интенсивно нажимая на руки, спину, живот, ноги, попробуйте задать телу несколько иные формы и параметры. Это действительно напоминает лепку. Вы снимите излишки, причем как в телесном, так и в ментальном плане. Ну что, не будем возражать, можете попробовать лепить себя. Я предпочитаю, как говорится, взять гантели и пошел лепить себе вот так. Как быстро появляется эффект? Это начинает работать не сразу. Самое главное, это оптимизм и вера в то, что это возможно. Ага. Хорошо. Мы оптимисты. Мы силачи. Так. У вас есть оригинальная методика по ХУ с помощью рулона обоев. В чем она заключается? Раскатайте на полу рулон обоев, лягте и пусть кто-нибудь другой обвернет фломастером контур вашего тела. Потом вырежьте этот силуэт и повесьте, допустим, на шкаф каждый день ножницами отрезайте лишнее, где она есть. Стройте себя, делайте красивую фигуру. Это шуточная методика, но она работает. Ну попробуйте. То есть любая методика, шуточная, не шуточная, все это проверяется практикой. Нарисовали себя и давай обтачивать. Советует специалист. Если человек любит и принимает свое тело, он начинает о нем заботиться. А если вы, тело это как дом, если вы это тело, дом не принимаете и не заботитесь о нем, то в нем становится некомфортно жить. А порой настолько жить с болями, что уже не до жизни вообще. Настолько все это бывает запущено. Врач-диетолог Лидия Ионова утверждает, что можно позаботиться, в том числе с помощью еды. Есть можно и нужно. Даже много. Важно, что и как. Кстати, вот она сама. Посмотрите на нее. Существует шесть основных групп продуктов. Ага. Первое. Зерновые из лаки. Это греча. Зерновый хлеб. Макароны из муки и твердых сортов пшеницы. Посмотрите на итальянцев и итальянок. Они очень стройные, несмотря на то, что все едят макароны. Желательно употреблять пищу неочищенные зерна. Это группа углеводов, которые дают нам энергию. Силы позволяют нам хорошо себя чувствовать. Согласен. Вторая группа фруктов. Каждый день нужно съедать минимум пять порций фруктов. Вот тут, как бы сказать, у каждого своя порция. У одного это горсточка, а у другого это, так сказать, пригоршня. Третье овощи. Четвертое молоко и молочные продукты. Употребляя молочные продукты, важно, чтобы они были низкой жирности. Ну и для кого-то они подходят, молочные продукты. Для кого-то они особо подходят. И вот тут начинаются и проблемы с этими молочными продуктами. То есть все сугубо индивидуально. Пятое. Белковые продукты. Нежирное мясо, птица, рыба, яйца, растительные белки. Прежде всего, бобовые. Шестая группа – растительное масло. С точки зрения классической диетологии, продукты всех шести групп должны присутствовать в рационе каждого человека ежедневно. Я бы тут возразил. Но не ежедневно, а хотя бы в течение недели. Понимаете, вот эти вот все какие-то обеззаловки, вот это то, вот это все, это должно быть это. Приводит к тому, что у человека возникает сумбур в этой области. Он не понимает, надо есть все, надо и так, и сяк. Сумбур, мешанина, и толком ничего не получается, кроме проблем с расстройством пищеварения. А вот, допустим, если все это раздельно, сегодня одно, там, завтра другое. И так, когда, знаете, все как конвейер идет у вас. Но не все. Вот так вот, как мусорный бах мы загружаем. Вот тогда будет то, что надо. Совет гостя. Кефирный супчик. Корректируя свой вес, актриса Ольга Машная занималась лечебным голоданием. Разумеется, под наблюдением врачей. Ну, только под наблюдением. И такое впечатление, что все врачи знают, как надо проводить голодание. И вот все они наблюдают. Ох-ох-ох-ох. Применяла различные системы и практики. Сейчас она вырепотала собственный принцип питания. То есть, применяла, применяла, применяла и пришла к тому, что ей подходит. Это важно понимать. Избыточный вес – это психологическая проблема. Это в основе всего. Ну, психологическая проблема, не психологическая проблема. Проблем много. Самое главное – убрать приставку «не». Не могу, не сумею. Работа над собой начинается в голове. Мне 42 года. Я хочу быть здоровым. Положите перед собой фотографии, где вы себе нравитесь. И начните. А я себе нравлюсь вот такой, как я сейчас. Понимаете, каждому времени вашего возраста соответствует, и будем сказать, идеально для вас фигура. Поэтому я себе лично нравлюсь вот такой, какой я есть. Это тоже надо понимать. Я изменила свои вкусовые пристрастия. Правильно. Надо в первую очередь менять свои вкусовые пристрастия. Это уже полдела для того, чтобы вы были и здоровы, и красивы, и имели нормальный вес. Отказавшись от трех вещей. Хлеба, сахара и картофеля. Картофеля, то бишь. Во-первых, я могу без этого жить. Конечно, можно без этого жить нормально. Смотрите. Хлеб, сахар, картофель. Да, замените так крупами. И все будет нормально. Во-вторых, я поняла, что это забег на длинную дистанцию. И не жду, что результаты будут завтра. Я могу себе позволить эти продукты на лишь праздник. Да, тут как раз имеется в виду то, что вес будет уходить у вас медленно, но верно. И вы приближитесь, в конце концов, к той фигуре, которую вы полюбите, которая свойственна вам в данном возрасте. Вот рецепт одного супчика питательного, полезного, но совсем не калорийного. Почистите, порежьте свежий огурец, можно редиску, потом зелень, укропа, петрушку. Покрошите белок от яйца, сваренного в круту. Желток и картошку лучше не использовать. В желтке холестерин, в картошке крахмал. Ну, насчет картошки я, допустим, согласен. А то, что в желтке, в желтке самая, знаете, самая жизнь. То есть там тот холестерин даже, который нам нужен. Залейте все кефиром, перемешайте и добавьте одну чайную ложку горчицы. Ну, это своеобразная такая окрошка на кефире. Особенно это блюдо хорошо, когда жаркое время года. Цвет специалиста. Так, кайф от жизни. Аппетит переводится с реческого, как желание, стремление. Андрей Бобровский, автор одной из современных методик коррекции веса, уверен, что нужно получать удовольствие от жизни вообще, а не только и не столько от еды. Итак, посмотрим на Андрея. Вот он какой. Кстати, я тут на себя смотрю. Смотрите, какой я. Какой я тут красавчик. Вот это да. Итак, древние китайцы говорили, что полный человек подобен кожаному мешку, внутри которого скопились нереализованные эмоции. И чем больше их там утрамбовано... Интересный подход. ...тем человек больше и шире. Важно научиться реализовывать свой аппетит другим способом, не через еду. Да вообще важно реализовать себя. Естественно, это делается не через еду. Вы реализуете свой, ну, какой-то творческий потенциал, который у вас имеется в сознании, который приходит с получением там знаний, опыта, что-либо такое. Некоторые и в тело реализуют. Ну, ладно. Например, у вас есть какое-нибудь желание побывать на далеком острове. А-а-а, вот оно, понимаете. Вот у меня желание как-то что-то там сделать, а не побывать. Ну, у каждого свое желание, ладно. Таких желаний должно быть не меньше семи. Только после этого включается мощнейшая, непреодолимая мотивация. Да, вот так вот, не менее семи, и то, и все, и пятое, и десятое. Еще одна рекомендация. Уменьшайте вдвое свои порции регулярно. Мы все, конечно, привыкли переедать. Ну, так вот у нас повелось. Никто нас не учил. На самом деле нам требуется гораздо меньше, гораздо меньше. Ну, это же самоконтроль, самодисциплина и понятие того, что этого вполне хватает. И когда вы съедаете половину, вы встаете из-за стола и начинаете искать кайфы, удовольствия. Любые, сиюминутные, от жизни, но без еды. И вам тогда будет легко и просто отказаться от лишней пищи, и вес будет снижаться сам собой. Но можно использовать, раз такая штука есть, попробуйте использовать. Совет зрителя. Гриб, фруты и белки. Разгрузка. Жительница Волгограда Ирина Скобина прислала в программу Малахов Плюс письмо со своими рекомендациями. Итак, посмотрите на Ирину. Когда я чувствую, что у меня накопились лишние килограммы, мне прежде всего необходимо избавиться от лишней жидкости в организме. Вот видите, когда я чувствую, что накопились. То есть, этот человек явно не придерживается такого образа жизни, который не позволял бы килограммам лишним и жидкости накапливаться в организме. То есть, это уже говорит о том, что вот этот совет зрителя слушать не надо. Потому что он постоянно выходит из нужной зоны веса из-за того, что не придерживается правильного образа жизни. Для этого один раз в месяц я устраиваю раздружочный день. С вечера я готовлю три крупных грейпфрута и три крупных яйца. А, и три крутых яйца. Извините, крупные яйца. Надо же. Утром натощак я выпиваю стакан негазированной минеральной воды, чищу грейпфрут, делю на части и через полчаса съедаю весь по одной дольке. Следующий прием пищи через полтора часа я съедаю только белок. Желток откладываю. Он может пригодиться для каких-нибудь салатов. Итак, за день нужно съедать три грейпфрута, три белка и выпить как можно больше воды. К вечеру вы потеряете два литра жидкости. Ну вот вы потеряли это все, да? Вроде вы довольны. Потом, потом. Грейпфрут у вас кончился. Яйца вы уже съели. И начинается опять борщ с хлебом. Пельмешки, компотик или киселек с булочкой. И все поехало на круги своя. Комментарий специалиста Лидия Ионова, врач-диетолог. Пример хорош тем, что сочетаемые и фрукты, и белки, причем белок хороший, который не содержит жира. С этой точки зрения рецепт вполне приемлем. И грейпфрут великолепный источник витамина С. Проводить такой разгрузочный день можно раз в неделю и раз в две недели. Но вместо того, чтобы, знаете, вот как бы сказать, вот смотрите на меня, закрепил вес, живу, и не думаю, что-то там я съел. Моя задача просто не переедать. И я уже научился это делать, знаете, как-то более-менее вовремя останавливаться. И все, и все нормально. А здесь же вот это вот, все вот эти вот манипуляции, то вы будете то делать, то все. То есть это не есть хорошо. Советы зрителей. КГ в минусе, тонус в плюсе. Три дня подряд ешьте коричневый рис, три дня отварную курицу, три дня кислые яблоки. Можно сбросить до пяти килограммов. Сбросили, кончили есть все эти яблоки, кислые, курицу и рис. Переключили, опять-таки там, на борщ с пампушками, на котлеты, с гречкой. И все вернулось. Я уже не говорю, если вы еще пивко любите. Скипятите литр молока, залейте в термос, засыпьте одной столовой ложкой листового черного чая, закройте, оставьте на 20-30 минут и пейте в течение дня. Ничего не ешьте. Для зеленого чая другая пропорция, 3 столовые ложки до 1,5 литра молока. Если устраивать такой раздружочный день раз в неделю, то в течение месяца 3-4 килограмма уходят. Не одобряю это. Вот они ушли, а потом пришли и своих друзей притянули. Нет закрепления образом жизни. Японские диетологи рекомендуют за полчаса до еды съедать полстакана малины. Результаты потрясающие. А где эту малину мы будем зимой брать? Зимой у нас только пельмешки есть. Чтобы за день потерять 1,5 килограмма, съешьте утром одно вареное яйцо вместе с желтком. А в течение дня 1-2 кг свежих огурцов. То есть свежие огурцы, огуречный, вот этот свежий сок, он обладает такой мочегонным эффектом. Поэтому вы просто-напросто лишнюю воду сбросите. Опять это не то. Это не то. Просто-напросто. Ну не то. Совет прост. Не ужинайте. Но чтобы подавить чувство голода, съешьте полстакана кефира медленно, чайной ложечкой. Через 15 минут голода как не бывало. И еще, чтобы потерять лишний вес, надо влюбиться. Посмотрите на влюбленного Петровича. Петрович в то время влюбился. Какой он стройный. Ой-ой-ой. Да, было дело, я влюбился. Был стройный. Ах, приятно вспомнить. Аж вес начал уходить. Представляете? Так, советы зрителей. Травы, лестница, искакалка. Мне от бабушки травницы достался секрет целебного настоя, который благотворно влияет на пищеварительную систему и помогает бороться с лишним весом. В этот настой входят 4 лекарственные травки. Кукурузная рыльца, растение, снижающее аппетит. Кора крушины, обладающая слабительным действием. Толокнянка, имеющая мочегонные свойства. Иван-чай, он же кипрей узколистный, улучшающий обмен веществ. Смешайте эти растения в равных долях и заварите 1 столовую ложку на стакан кипятка. Это суточная доза. Принимайте за полчаса до еды. А я, знаете, вот предпочитаю ежедневно ходить. Ежедневно ходить и вот так вот умеренное питание у меня. И с весом у меня никаких особых проблем нет. Вот просто-напросто нет. Ну ладно, можете воспользоваться этим травяным рецептом. Но опять-таки, смотрите, после того, как вы прекратите его применение, посмотрите, что с вами будет так. Устройте себе свекольный, разрученный день. Отварите 2 свеклы и съедайте по маленькому кусочку каждый раз, как захочется есть. И больше в этот день не употребляйте ничего. А знаете, я свеклу вот эту предпочитаю просто-напросто съедать там, в течение дня, на обед. Отличная вещь для того, чтобы формировались скаловые массы. Был регулярный стул, все так нормализовалось. Я лично для этого применяю свеклу. Чтобы поддержать себя в хорошей форме, не нужны особые диеты. Купите обыкновенную скакалку и прыгайте каждый день раз по 100 минимум. А лучше больше, сколько сможете. Вы тренируйте мышцы, заставляйте кровь бежать быстрее, избавитесь от ненавистных лишних килограммов. Но я бы так сказал. Я в качестве физической нагрузки все-таки предпочитаю ходьбу более естественную и приятную. Вы можете все это делать в парке, на улице. Причем, если вы возьмете еще вот этот такой эспандер, и будете идти и сжимать его, я это называю казачий ход, то эффект еще будет лучше. Дело в том, что скакать каждый раз, все-таки это, насколько я так понимаю, может поднадоесть, может приесться и вдобавок вот эта вот все-таки как-то нагрузка на вас сказаться. А ходьба это более естественная вещь. Хотя я особо не возражаю против скакалки, но просто я понимаю, что каждый день скакать на ней, чтобы это было в охотку. Ну, такое. Так, предлагаю самый дешевый из возможных рецептов. Не пользуйтесь лифтом, а просто поднимайтесь пешком по лестнице. У меня нету лифта, я поднимаюсь на третий этаж в своем доме. Так, и в заключении, несколько рекомендаций от Геннадия Петровича Малахова. И сейчас мы ему поставим оценку тому Петровичу, который был в период с 2006 по 2010 год. Итак, питайтесь с учетом индивидуальной конституции. Зачет. Ну, просто зачет. Если конституция у вас слизистая, то естественно вам надо такую пищу подбирать, которая будет подсушивать организм. Если у вас конституция ветреная, вы будете подбирать, наоборот, ту пищу, которая будет приносить в организм как бы влагу, жир, тепло. И это будет для вас хорошо, и вы будете чувствовать себя нормально. Зачет, Петрович. Так, употребляйте продукты, которые сжигают жир, свежие овощи, капуста, морковь, салат. Зачет. Это как раз те продукты, которые используют врачи, диетологи, например, Миркин, когда к ним обращаются пациенты, примерно от 180 килограмм и выше, где-то до 230, там, 40, 60. И он им говорит, ну, капуста. Вот капуста – это тот продукт, который способствует как раз снижению веса тела. И, да, морковь, салат. Можете все это вместе соединять. Прекрасно будет работать. Петрович, зачет. Раздельное питание очень способствует матери веса. Ну, наконец-таки. Раздельное питание. Вот тут вы ни в чем себя не ущемляя. Просто раздельно питаетесь, и вес у вас улетает. Плюс пищеварение лучше. Плюс сил больше. Плюс здоровье лучше. Отличная рекомендация. Петрович, пятерочка. Важно, чтобы организм получал нагрузку. Больше две эти. Если это будет стимулировать переваривание пищи, ее усвоение, нормализует аппетит. Великолепно. Видите, Петрович, оказывается, и в то время был таким же, как и в это время. Дельные советы. Очень дельные. И, кстати, сам Петрович нынешний пользуется этим. Дает организму физическую нагрузку. Вот вы походили во время ходьбы, у вас тут дюк-дюк-дюк вот это, вибрации. У вас уже каловая масса, пищевая масса в желудочно-кишечном тракте вниз спускается. И после того, как вы пройдете, допустим, те же два километра, но я, допустим, сорок минут погуляю, как правило, ходите в туалет. Сходите в туалет. Так, питание должно быть разнообразным. Естественно, оно должно быть разнообразным. Но это не значит, что вы в одном приеме пищи вот это все там вгрузите в контейнер. Оно должно быть разнообразным и раздельным. То есть, как бы сказать, плавно меняться. Сегодня одно покушали, завтра другое покушали, послезавтра третье, потом четвертое, потом, грубо говоря, все это повторяется вновь. И так вы будете обеспечивать себя полноценно и приедаться не будет еда. Не делайте из диет культа. Ну, Петрович, Петрович, ну, молодец, молодец. Культ из еды. Важно, чтобы вам само питание нравилось, чтобы вы получали от него удовольствие. Но это не значит, что вы живете для того, чтобы есть. Вот это вот запомните. То есть, у нас жизнь дана не для того, чтобы мы ели, а еда дана для того, чтобы мы жили, творили и получали от жизни положительное впечатление. Кстати, вот такая вот вещь я как-то сам себе задавал и сам себе отвечал. То есть, учитесь сами себе задавать вопросы и сами на них искать ответы. Вот как оценить качество жизни? Я задал себе вопросы и вот такой ответ получил. Качество жизни мы ценим за счет тех положительных впечатлений, которые мы от жизни получаем. Например, прочитали хорошую книжку, встретились с старым знакомым добрым, сделали какое-то полезное дело, даже какую-то передачу там посмотрели, которая вас как-то взбодрила. Ну, как-то вот так. Шеф-редактор программы «Малахов плюс» Аида Аниева, Евгений Типикин, Михаил Шаронин. Вот всех этих людей мне пришлось корректировать, потому что иногда они подбирали такие дикие рецепты и методы, что я вовремя их тормозил. Ну, ну что, на этом мы и заканчиваем нашу брошюру про нормализацию собственного веса. Выпуск номер пять. Да, странеют все. Ну, написали, естественно, на букву «Ха». Ха-ха-ха. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова